Студовесна ТГУ находится на экваторе. Университет живет в ожидании главного весеннего шоу – гала-концерта 2023 года. Имена участников концерта не объявлены и держатся в строжайшем секрете. Зрители делают ставки – какой номер попадет в галку? А подготовка к главному событию весны началась с отборочных концертов 14 и 15 марта. И было это так. Еще вчера мир за окном был серым и хмурым. И вся надежда была только на нее – весну, студенческую весну. И вот она, во всей красе, за два дня мир приобрел звук, свет и цвет. Добавим яркости в нашу жизнь. И нужно признать, что ярких номеров нынешняя Студовесна подарила по-настоящему много. Жюри, состоявшему из опытных профессионалов, пришлось нелегко. В отборочных Студовесны 2023 года было представлено 60 номеров. Зажигательный хип-хоп, философский контемп, декламация, театральные постановки, бессмертная классика рока, сценический бой, видео – всего и не перечислишь. Хотя посмотреть на канале Толк ТВ в Рутубе можно всегда. Субтитры создавал DimaTorzok По традиции, большая часть выступлений были в музыкальном направлении. Хотя и здесь не обошлось без сюрпризов и экспериментов. Субтитры создавал DimaTorzok Конечно, студенческая лесна – это творческий фестиваль. Но все-таки у всех участников есть главная цель – победа и участие в гала-концерте. А рецепт этой самой победы у каждого свой. Когда я услышала эту песню у одной певицы, я подумала, что да, вот это то самое, это мне нужно. Она прям такая атмосферная. Я сразу видела, как в ней построить номер, что им можно сделать, что будет интересно. Ну, просто песня сама по себе говорящая, и под нее было очень хорошо оплатить номер. Для хорошего номера нужен, конечно же, специалист. А у нас есть такой специалист. Это любимая наша Наталья Викторовна Брит. Без нее и без Мишуниной Натальи Николаевны всех моих номеров бы не было. Ну, во-первых, нужно качественно подобрать материал. Материал должен тебя зацепить, ты должен найти в нем какой-то свой отклик, какую-то свою отдушину. И тогда должно все получиться. Ну, конечно, бесконечное количество репетиций, нужно работать, работать, работать. Но главное – уметь чувствовать то, с чем ты работаешь. Будь то песня, будь то танец, будь то текст, какое-то художественное слово, театр, например. Главное, чтобы номер откликался от тебя, и ты мог что-то передать зрителю. Еще одним экспериментом 2023 года стала номинация «Шум весны». Активные студенты институтов объединились в группы поддержки и подбадривали своих любимцев-участников кричалками. А студенты Гумпи даже подготовили отдельное выступление на сцене. Будет ли этот эксперимент продолжен – неизвестно. Но пошуметь явно удалось не всем. И вот долгожданный, но промежуточный финал. В завершении отборочных этапов жюри фестиваля были названы имена 23 лауреатов. И 31 дипломанта университетского этапа «Студ весны». Мне кажется, очень достойно, на мой взгляд, поступали разные участники, разные направления появились. С тех пор, как я крайний раз был на «Студ весне», это было лет 7 назад. И ребята заметно подросли. Я не знаю, с чем это связано. Думаю, с тем, что с ними занимается, кто-то, наверное, работает, курирует. Вот, это очень круто. Мне очень понравилось быть здесь эти два дня. И надеюсь, что «Студ весна» удивит тем, что ребята с помощью советов от жюри и своих кураторов еще больше раскроются. На галоконцерте действительно будет круто. Думаю, что вот это будет на самом деле здорово. Организация на очень высоком уровне. Очень большую поддержку нам дают студсоветы всех институтов. Большое им спасибо в этом году. И самое интересное, что ребята очень отзывчивые, очень дисциплинированные. Мы боялись, что вдруг пропадет какая-то культура зрителя. Они были просто на высоте. И еще самое интересное, у нас все номера коллаборированы. То есть в каждом номере участвовали разные институты. И, соответственно, это не может не радовать, что ребята наконец-то вышли за порог только своего института и готовы общаться действительно на уровне университета. Интрига галоконцерта ждет своего разрешения. Подготовка в самом разгаре. И, конечно, все мы ждем именно тех, кто будет представлять университет на областном этапе фестиваля в Самаре. Следите за новостями.